Министр Морзагалеева сегодня отчитал спикер Мажелиса. По его словам, чиновник просто не изучил нормы законопроекта. Так вот, Макзум Маратович, приведите в соответствие и изучите, а то вы стоите на высокой трибуне и говорите, этой нормы не предусматривается. Вам сейчас открывают, как школьнику показывают, что эта норма прописана. Вы начинаете говорить, да, она прописана, мы ее в экологическом кодексе. Я хочу сказать о том, что мы отработаем это потом в экологическом кодексе. Я не буду уже спорить. У вас сегодня день не зря прошел. Пришли в парламент и увидели то, что у вас написано в законопроекте. Авторы нового экокодекса предлагают наказывать бизнес даже не за фактическое загрязнение окружающей среды, а уже за отказ от внедрения новых экологических технологий. По новым законам все предприятия-загрязнители будут обязаны установить специальные датчики, позволяющие в режиме онлайн контролировать объем эмиссии. Штрафы в отношении крупных предприятий возрастут в среднем в 10 раз. Загрязнитель будет обязан в полной мере возместить ущерб, принять все меры, чтобы вредное воздействие на окружающую среду было исправлено. Но почему-то министр дает загрязнителям фору в целых 6 лет, да и штрафы, надо признать, небольшие. Им дается транзитный период. Если они купят новые технологии, их освободят от экоштрафов. Если нет, штраф будет расти в геометрической прогрессии. С 2025 года в 2 раза, потом в 4, потом в 8 раз. И еще по новому кодексу все средства, которые платят те, кто загрязняет воду и воздух, будут направлены исключительно на восстановление экологии. Причем в том регионе, где эти деньги аккумулируются. Раньше такого не было. Экологические деньги направлялись на любые цели, но не на заботу об экологии. Около 14% всего денег, поступаемых за эмиссии, идут на решение экологических проблем. Но в новом... Причем, вы знаете, вот эти 14% они... Это же как средняя температура, да? В ряде регионов там 400-17% максимум. В ряде регионов это ниже, по-моему, там около 6%. Поэтому мы эту норму в новом экологическом кодексе учли. И мы придерживаемся сейчас позиции, что 100% всех финансов, всех денег, которые поступают в качестве платы за эмиссию, должны направляться именно на экологические мероприятия. В странах Уэсер, куда стремится Казахстан, заводы-загрязнители ставят на свои трубы фильтры за миллионы долларов. Потому что экоштрафы обойдутся еще дороже. И заводу выгоднее соблюдать правила. А у нас им выгоднее загрязнять экологию. Так дешевле. Промышленники говорят, что экоштрафы могут помешать экономическому росту. Но кому нужны деньги, если не будет здоровья? Боуржан Чехмед Ахмедяр Ильясов. Столичное бюро ТДК-42.